Артиллерия ВСУ Эта картина будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока ополченцы полностью не ликвидируют Дебальцевский котел. К счастью, успешно решается вопрос с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Тыловые воинские части ополчения вплотную занялись диверсантами и добились неплохих результатов. За последние несколько дней было ликвидировано около шести групп врага. К западу Донецка на территории населенного пункта Марьинка продолжаются локальные бои. Несмотря на преимущественную численность украинских сил в районе Марьинки, бойцы ополчения уверенно сдерживают свои позиции. В районе населенного пункта Красногоровка артиллерия Донецкой республики поразила место концентрации военной техники и личного состава ВСУ. В районе населенного пункта Пески фиксируются небольшие бои. В перерывах между боями конфликтующие стороны обмениваются артударами. В целом ситуация на территории населенного пункта Пески и Донецкого аэропорта остается без изменений. Со стороны населенного пункта Опытное ополчение по-прежнему ожидает контратаки на аэропорт. В Горловке, несмотря на то, что ополчение довольно успешно отодвинуло позиции украинских военных на север и на восток, к сожалению, спокойней и тише не стало. По Горловке, уже особо не скрываясь, работают американские САУ. Удары наносятся со стороны Дзержинска и Новоселовки. В спорных населенных пунктах к северо-западу от Горловки бои продолжаются, хоть и с меньшей интенсивностью. Что касается Дебальцевского котла, то он продолжает оставаться физически несомкнутым, но, тем не менее, весь путь от Горловины и до Дебальцева простреливается артиллерией ополчения. Саму трассу круглосуточно мониторят диверсионно-разведывательные группы ополчения и в нужный момент выступают корректировщиками артиллерийского огня. Эвакуация мирных жителей в Углегорске подходит к концу. Ополчение довольно плотно укрепилось в этом населенном пункте и, безусловно, в ближайшее время будет развивать свой успех. На дне котла продолжаются боевые действия в районе Мало и Новоорловки. На данный момент ни одна из сторон не установила полного контроля над этими населенными пунктами. Со стороны Орловой Ивановки и Кумчатского артиллерия ополчения обрабатывает район Кургана-Могилы-Острой. Именно в этом районе, по сообщениям разведки, сосредоточены десятки единиц бронетехники и артиллерии ВСУ. Продолжает оставаться неизвестная ситуация в населенном пункте Каменка. Накануне силы Новороссии предприняли попытку освободить этот населенный пункт. По некоторым данным, ополчению удалось занять половину села. Но дальнейшее развитие ситуации в районе Каменки остается неизвестной. Серьезные бои идут на окраинах Чернухина. Сборной Солянки в лице частей ВСУ, батальона Айдар и иностранных наемников пока что удается сдерживать натиск ополчения. Прикрываясь мирным населением Чернухина, ВСУ оборудуют огневые точки в непосредственной близости с жилыми домами, а иногда и в самих домах. Плотно минируются также и улицы поселка. А на запрос ополченцев эвакуировать мирных жителей Чернухина украинская сторона ответила отказом. В самом Дебальцево не прекращается артиллерийская канонада. В восточной части города регулярные перестрелки. Населенный пункт Новогригорьевка является спорным. С Санжаровки и Высот артиллеристы ополчения работают по блокпостам и скоплению вражеских сил в Горловине. Крайне тяжело для ополченцев идут бои в районе Мироновки и Мироновского. ВСУ в районе этих населенных пунктов располагает большими ресурсами, как в военной технике, так и в личном составе. В районе населенного пункта Попасное, к сожалению, без изменений, Первомайск, Кировск и Стаханов продолжают находиться под огнем украинской артиллерии. Также с района Лисичанская и Северодонецка артиллерия ВСУ обрабатывает позиции ополчения вдоль Бахмутовской трассы. По предварительным данным, ополчение здесь потеряло контроль над 29-м блокпостом. По данным разведки, украинская сторона ведет активное накапливание сил в районе перекрестка Лисичанской и Бахмутовской трассы, в районе Крымского и Трехизбинки. Продолжаются артиллерийские дуэли между Счастьем и Веселой горой. В районе Станицы Луганской на протяжении дня была слышна работа стрелкового оружия, но в целом на этом участке фронта без каких-либо изменений. В районе Докучаевска линия фронта не изменилась, сам Докучаевск и Еленовку подвергают регулярным артобстрелам. Так же, как и в остальных населенных пунктах, по большей степени здесь страдают мирные жители. На юге Донецкой Народной Республики ситуация также не меняется. Территория Лебединского, Сопина, Бердянского и Широкина остается ареной противостояния диверсионно-разведывательных групп конфликтующих сторон. И это вся информация на данный момент. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и до скорых встреч.